вы знаете что я веду курс биржа для чайников и недавно я проводил курс 15 ноября последнее занятие у нас было 20 декабря и уже на последнем занятии мы ну обсуждали какие-то общие вопросы такие и вот сейчас я хочу показать вам фрагмент этого обсуждения на курсе биржа для чайников берете свою корзину продуктовую ну не продуктовую все свои траты расписываете по значит сколько вы тратите на продукты сколько вы траты сейчас на жилье да и просто записывайте на жилье у меня в месяц столько-то уходило значит на продукты столько-то вот и через год сравниваете насколько увеличилась вот это и есть ваша личная инфляция она самая точная на бензин у кого-то на бензин уходит а кто-то пешком ходит значит бензин можно не включать на сколько бензин подорожал если у вас обслуживание яхты подорожало сказать но как бы у вас нет яхты то вам пофигу насколько она подорожала и поить подешевела обслуживание яхты понимаете да а яйца подорожали например намного Ну вот, пожалуйста. За два дня намного действительно подорожали яйца. Каждый день. Ну, они дешевели, надо сказать. Я помню, что яйца были раньше по 60 рублей. У нас долго стоило. Вот я покупал яйца по 30 с чем-то. У нас сейчас 75-85 в Ростове. Да. В Ростове? Да. Сегодня я лично был в магазине. 75-85-67. Смели наглухо все по 67. 75 в Самарском. Что творится? Да, да, да. Это в течение двух дней у нас произошло. У нас в Подмосковье. Я сегодня был в магазине. Почему я говорю? Обратил внимание. Обычно 56 были, 47. Самые дорогие 63 были. Сегодня 75-83. Сейчас я куплю в магазин, куплю яйца побольше. У меня жена написала, купи яйца. Вместо двух упаковок три куплю. Ну, на яйцах ты не сэкономишь. В пятерочки такое дело я зашел. Ну, хотя в других тоже. В Апфексе там где-то. Ну, ни хрена себе. Ну, да, я сам обалдел. Да, такие неожиданности будут там, как с гречкой было. Ну, на этом не сэкономишь, в это не инвестируешь, понимаешь? К сожалению, у нас нет фьючерсов на яйца. Если были фьючерсы на яйца, пожалуйста. Ну, вот такой разговор произошел у нас. И, ну, я прикинул, яйца подорожали. Действительно, за два дня в декабре яйца подорожали на 30%. Ну, и к тому времени ребята уже знали, что такое фьючерсы, что такое опционы. Мы вот на последних занятиях как раз про фьючерсы и опционы. Я все-все-все рассказывал до этого. Акции, облигации и так далее. И на последнем занятии мы обсуждали, во что же вкладывать деньги и что будет расти. Ну, вот на таком простом примере видно, что если бы была бумага, которая обеспечена, ну, скажем, бумага, которая обеспечена десятком яиц. Посмотрите, ну, на миллион рублей мы не можем купить яйца, а потом продать. Ну, кто-то на этом же заработал. А вот если бы была бумага такая, которая обеспечена яйцами, то мог бы заработать каждый вот в таком варианте. Ну, бумаги обеспечены яйцами нет, а вот бумаги, которые обеспечены нефтью, которые обеспечены золотом, они есть. Это фьючерсы, сахар. Есть фьючерсы на нефть, фьючерсы на сахар, фьючерсы на какао, фьючерсы на муку. есть на зерно ну и так далее то есть всегда можно найти когда бешеная инфляция раньше например да когда у нас была в стране бешеная инфляция люди покупали муку мешками она портилась вот если мы работаем на фондовом рынке то обеспечено то мы можем купить ценные бумаги которые обеспечены вот этим товарами просто это фьючерса называется и есть опционы мы можем купить просто опцион на на ростом или нападение вот того или иного товара и тем самым застраховать себя от инфляции от повышения цен на это все и вот на таких простых примерах как раз все и происходит обучение на курсе биржа для чайников и следующий набор у меня будет ну где-то феврале я думаю что начну следующий курс ну в середине или даже ближе к концу февраля сейчас набор продолжается вот прямо сейчас вы видите в правом верхнем углу значок и и если вы наведете туда можно увидеть там ссылочку на биржу для чайников и записаться туда все еще можно успеть для того чтобы для того чтобы ориентироваться хорошо в ситуации которая очень нестабильна в наше время и непонятно что будет с рублем скорее всего он будет падать потому что но нет причин для его роста что будет с долларом неизвестно понимаете акции падают на золото пожалуйста есть я говорю есть бумаги которые обеспечены в золоте и вы во всем этом будете разбираться есть надежные бумаги скажем облигации которые дают там хорошую доходность не меньше чем на депозите но их можно в любой момент купить в любой момент продать вы сможете в этом разбираться в ближайшее время я сниму видео про акции которые сказать но дивидендные акции тоже очень хорошая история очень хорошая история поверьте мне и на акциях конечно же можно заработать там 30 50 процентов если знать какие акции покупать поэтому конечно в этом надо ориентироваться я еще раз говорю значочек и вот сверху вы видите его правый верхний угол наведете там биржа для чайников есть еще одно объявление которое хочу сделать это я планирую 4 4 января провести закрытый вебинар который я давно давно обещал по социально-накопительным программам австрийским уже вебинар будет абсолютно точно закрытый он будет я думаю что в 17 часов будет длиться столько сколько нужно до тех пор пока не останутся у вас но как бы на все вопросы буду отвечать до последнего как бы что называется клиента вот для тех кто записался записаться можно ну вот сейчас я думаю вы видите уже в виде текста сайт где можно записаться вот на этот вебинар по австрийским накопительным программам что еще у меня в планах но в планах я буду рассказывать про доллар конечно же буду рассказывать про ндс и как от него уйти значит ну и всякие прочие вещи которые будут помогать нам становиться финансово более грамотными буду сравнивать различных брокеров их тарифы что хорошего одних что хорошего у других ближайшее время планирую съездить финам потом возможно в бкс вот но это крупнейшие брокеры но сбербанк втб и промстройбанк брокеры я сразу то есть там счета открывать я не планирую но для сравнения конечно же я буду использовать эти сравнения поэтому оставайтесь на моем канале будет много всего интересного я пересматриваю сейчас все планы и буду более активно присутствовать на этом канале вот и надеюсь что буду приносить пользу для вас на этом на сегодня все спасибо за внимание с вами был демятков юрий